Торгово-промышленная палата и муниципалитет готовы содействовать предпринимателям в решении их проблем и помогать в развитии индустриальных парков. Сегодня было предложено моими коллегами собрать наши индустриальные парки для того, чтобы вы между собой познакомились, для того, чтобы понять, какие у вас есть сложности по реализации ваших проектов, возможно, где-то пустующие площади, которые мы вместе с вами сможем заполнить. Основное направление деятельности компании «Универсал» – как раз сдача в аренду недвижимого имущества. Но в связи с кризисом более 40% офисов пустует. Глава района пообещал помочь. Мы забросили через торгово-промышленную палату все базы данных и на уровень правительства тоже, в корпорацию развития, там, где постоянно кто-то обращается с покупкой земли, арендой помещений. Мы также, как свои муниципальные объекты, готовы и ваши тоже поставить список и предлагать на ежедневной основе тем, кто обращается в область за развитием бизнеса. Вопрос поиска арендаторов обсуждался также и с директором московского насосного завода Александром Трофимовым. Сейчас доходы от аренды направляются на строительство новых корпусов, капремонт зданий и сооружений, развитие инфраструктуры завода и обеспечение надежной работы котельной. Объединим усилия и понятно, что льготные ставки для арендаторов, которые будут в технопарке, и упрощенная система с коммуникациями и с самой этой арендой снизит нагрузку на стартап, на бизнес в самом начале и даст нам возможность больше вкладывать, инвестировать в себя, а не отвлекаться на вложения в коммуникации или в аренду. Представитель Голицынского автобусного завода Степан Плеско рассказал, что компания испытывает трудности с Госадом Технадзором. Ведомство без предупреждения выписывает штрафы из-за мусора, который появляется на прилегающей к заводу территории. Администрация поселения могла бы урну поставить? Вот там, где она не поставила урну, уверяю вас, после совещания они будут через день. Было бы хорошо. Потому что мы проведем этот раздел, за что отвечает местная власть, и мы там укажем, что нужно сделать, если это касается урн. Да, и за что должны отвечать вы. Мария Белолипецкая, представляющая Индустриальный парк обороны авиахран, рассказала, что ее площадка, первая в Подмосковье, получила лицензию на перевалку опасных грузов и является уникальной для региона. Глава отметил, что потенциальным клиентом компании может стать парк Патриот, ведь он многим будет интересен. Большие планы по развитию, значит, это будет стройка продолжаться, опять рабочие, все возможные проблемы с рабочими, с техникой, с материалами, которые они будут завозить. Большое количество проводят мероприятий, форумов, выставок, это все мероприятия, которые обслуживают тысячи, десятки тысяч людей. Соответственно, для того, чтобы их обслужить, необходима опять же мощность. Иванов также добавил, что в ближайших планах создание единой информационной площадки для предпринимателей. Чтобы можно было обмениваться опытом, привлекать арендаторов и инвесторов. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.